Я прочитала вашу книгу. Это было потрясающе. Меня поразило, насколько рано еще ребенком вы осознали, что обладаете этими способностями и начали глубже погружаться в это, медитировать. И кто-то даже учил вас медитировать и соблюдать все это. Как быть с ребенком, когда он настолько глубокий? И у меня как раз такой ребенок. И иногда я хочу подтолкнуть ее к тому, что правильно, хотя на самом деле я огромный сторонник искренних устремлений человека. Мы должны понять, что ребенок это не продукт производства, это жизнь, новая жизнь. Вы должны заботиться об этой жизни. Это не так, что вы пропускаете ее через какой-то производственный процесс, называемый школой. Она как конвейер. Все изучают одно и то же. Все должны пройти через одно и то же, выйти одинаковыми, найти работу и выполнять какие-то обязанности. Это не то, что имеет отношение к человеческой жизни. В каждом человеке заложена природная гениальность. Хватит ли нам терпения, обязательности и приверженности, чтобы уделять необходимое внимание развитию конкретного человека? Это большой вопрос. Иначе вы будете штамповать изделия. Все будут одинаковыми. Когда вы заводите ребенка, прежде чем завести ребенка, вы должны понять, что ребенок это 20-летний проект, без перерывов, если он преуспеет. Если нет, то это проект длиной в жизнь. Потому что это жизнь. Одна жизнь может расцвести в 12. Другая в 40. Хватит ли у вас терпения заботиться об этой жизни? Или вы уже решили, что после окончания школы он должен пойти в тот или иной университет? Что он должен делать то или это? Что все уже решено? Что есть общее предписание для всей жизни? Вот что мы делаем. И думаем, что это цивилизация. Это не цивилизация, а лишь избегание жизни. Мы хотим избежать основного процесса жизни. В племенных сообществах и других традиционных социумах, даже сегодня, никто не ждет, что человек добьется чего-то к определенному возрасту. Развитие каждого зависит от его жизни, каждого ценят за то, чем он является. Если посадить хризантему, через три месяца она будет вся в цветах. Если же посадить дуб, 8 лет, 10 лет, ничего не происходит. Значит, его нужно срубить. Не осталось бы ни одного дуба. Если бы мы следовали стандарту, посмотри, как много у него цветов за три месяца, а ты, дурак, ничего не делаешь. Это не тот подход, который нужно применять к жизни, не так ли? Это не продукт производства. Я знаю, что общество навязывает и другие вещи, различные ограничения. Учитывая все это, прежде всего мы должны понимать, что жизнь требует заботы и условий, а не исправления. В ней нечего исправлять. Ей просто нужна атмосфера, в которой она расцветет лучше всего. То, что растет в Южной Калифорнии, не будет расти в Миннесоте, не так ли? Каждой жизни нужны свои условия, своя забота. Только тогда это возможно. И это то, на что нужно обратить внимание. В нас нет вовлеченности. Мы хотим все готовое. Мы ищем готовое решение. В жизни нет готовых решений. Жизнь возможна только при большой вовлеченности. Другого способа просто нет. Где нет вовлеченности, там нельзя испытать жизнь. Не так ли? Будь то простая еда, которую вы едите, или то, на что вы смотрите, или с кем вы живете, или ваша работа, или если брать выше, то, чему вы посвятили жизнь. Без вовлеченности нет жизни. Но сегодня современные общества пытаются жить информацией, а не вовлеченностью. Это большая ошибка. У вас нет информации о вашем ребенке. Вы можете обратиться ко всем возможным врачам и выслушать их вердикт о том, что с вашим ребенком. В итоге они найдут у него сто разных болезней. Нужна не информация о вашем ребенке. Нужна ваша вовлеченность. С вовлеченностью вы сможете вывести эту жизнь на новый уровень. Он не должен быть хорош, как кто-то еще, или плох, как кто-то еще. Это уникальная жизнь. Существует ли жизнь, подобная другой? Это уникальная жизнь. Но с самого начала мы сравниваем ее с другими жизнями. И пытаемся сделать ее похожей. Для ребенка это очень жестокий процесс. Ребенок никогда не понимает, чего, черт возьми, хотят родители. Я никогда не понимал. Мне никто так и не объяснил, почему, черт возьми, я должен ходить в школу, поэтому я туда и не ходил. Потому что никто не объяснил мне, почему я должен ходить в школу. Мне говорили, нет, нет, ты должен идти в школу. А у меня и так все хорошо. Зачем мне идти в школу? Потому что мы думаем, что информация нас изменит. Да, информация облегчает некоторые вещи, но трансформирует нас в вовлеченность. Не так ли? Абсолютная вовлеченность во что-то, неважно что. Полное погружение во что-то, и вдруг вы обнаруживаете, что этот человек особенный, не так ли? Так, все, что нужно, это вовлеченность. Субтитры создавал DimaTorzok